В публикациях лучше зачитаю название. Жуковский рейтинг ЕР все рушится и власти уже думают о переносе выборов. Рейтинг ЕР стремительно падает, а рейтинг КПРР стремительно растет. Мы уже рассмотрели наметившуюся новую черту, складывающуюся в предвыборной ситуации. И нужно отметить, что эта черта оказалась вообще-то неожиданной для всех, а она очень интересна. Суть этой черты. Именно сейчас, в преддверии выборов, мы вдруг начали наблюдать беспрецедентную динамику в рейтингах правящей партии ЕР и главной оппозиционной партии КПРФ. И суть этой динамики в том, что популярность ЕР даже не просто падает, а она именно рушится. А вот популярность КПРФ, напротив, начала стремительно расти. Конечно, мы в начале пути. Данная тенденция проявила себя всего несколько дней назад. Но, тем не менее, на мой взгляд, она не может не обнадеживать. Понятно об этой новой тенденции, прекрасно проинформированная номенклатура. И она уже отреагировала на нее. Но, на мой взгляд, отреагировала крайне безгромотно, если не сказать вообще неуклюже. Я уже не раз говорил, в обстановке все растущей социальной активности населения, пытаться подавить эту активность силой, это даже не тушить пожар бензином, а тушить его напалом. Равнак я уже не раз говорил, что это мое утверждение, но ни разу не моя выдумка, а это азбука политологии. И власть в очередной раз плеснула во все разгорающийся огонь новую порцию напалом. Суть. Власть уже официально сняла с выборов Павла Грудинина, и уже ясно, что второй на очереди Николай Бондаренко. И Николай Бондаренко в связи с этим дал интервью Эху Москвы. Я лично посмотрел это интервью на канале «Живой гвоздь». Оно называется, лучше зачитаю, «Николай Бондаренко про Грудинина, Памфилова и выборы». В интервью, понятно, затронут ряд вопросов, но корреспонденты тоже лучше, зачитаю их именно на всякий случай, чтобы не ошибиться. Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Особый упор все же сделали на то, какой будет реакция КПРФ на снятие с выборов Грудинина и на возможное снятие с выборов Николая Бондаренко. А точнее, готовы ли КПРФ в связи с этим начать массовые акции протеста? И Бондаренко ответил на этот вопрос утвердительно. Вот как он об этом сказал. Мы готовимся к акциям протеста по всей стране. Но призывы, то есть вы действительно будете организовывать, пойдете с плакатами, все дела. Послушайте, пойдем, и это будет всероссийская федеральная акция протеста против политических репрессий, против давления на свободу слова, против попыток каких-то политических расправ. Пойдем по всей стране. Уже видно, что Путин и компания окончательно утратили чувство реальности. И чем решительнее люди будут им его возвращать, тем лучше, думаю, будет для всех нас. Страна все больше и больше подходит к опасной черте. И по одной единственной причине. Номенклатура буквально с зубами вцепилась в свои кресла и готова на слишком многое, скажем так, ради того, чтобы под собой эти самые кресла сохранить. Равно, как она готова на слишком многое и ради сохранения в России политарной системы, замаскированной подкарактеристическую. Мой подробный ролик о том, что такое политарная система, будет на конечной заставке. Но самое главное, вернуть чувство реальности номенклатуре, на мой взгляд, способен только решительный и все нарастающий протест. Ночника по РФ массовой акции без протеста, это, безусловно, во-первых, поспособствует стремительному росту ее рейтинга, который и так уже начал стремительно расти. И второе, что еще важнее. Массовый протест, безусловно, очень затруднит номенклатуре массовой фальсификации на выборах, к которому она уже готовится откровенно и в наглую, практически этого не скрывая. Ну а то, что номенклатура может выиграть сентябрьские выборы в Госдуму только с помощью массовой фальсификации, по-моему, уже понимают даже дети. Но если народ начнет массово подыматься, а что такое возможно, уже видно невооруженным глазом, то массовые фальсификации в худшем случае станут очень-очень сильно затруднены, но, скорее всего, они станут вообще просто невозможными. Что ж, посмотрим на реакцию зюгановой компании. Все, что я о них думаю, я уже высказывал не раз и не два. Но будем надеяться, что на этот раз у них хватит ума и смелости поддержать Николая Бондаренко. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заслугах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!